Два выходных дня и семь транспортных происшествий по всей области. Сотрудники ГАИ отмечают, что уже давно не было таких аварийных выходных. А все виновники и участники ДТП – молодые неопытные водители. Некоторые из них получили права менее полугода назад. К тому же, по статистике, именно осенью случается больше всего аварий со смертельным исходом. Прошедшая неделя доказала, что сотрудники госавтоинспекции небезосновательно называют осень, черной осенью, таким самым тяжелым периодом для обеспечения безопасности дорожного движения, да и не только нашей области. Судите сами, за субботу и воскресенье у нас на дорогах к Родинской области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, при которых один человек погиб, 9 тяжело травмировано. Утро понедельника подтвердило сказанное мною. Сегодня в Литском районе погиб мотоциклист и его пассажир, молодая девушка под колесами автобуса. Мотоциклист вез молодую девушку в Ивье на практику. Однако на Т-образном перекрестке водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не увидел мотоцикл. В итоге парень и девушка погибли под колесами МАЗа. Авария по вине водителя под воздействием наркотиков, которая потрясла весь город на прошлой неделе, к сожалению, не стала уроком. В воскресенье в 10 часов утра в районе Зарицы пьяный водитель врезался в бетонное укрепление около речки Зарница и перевернулся на крышу. В результате четыре парня госпитализированы. Еще до аварии нетрезвая компания заезжала в магазин, где неадекватное состояние парней вызвало тревогу посетителей. Они вызвали сотрудников ГАИ, однако те не успели предотвратить аварию. Водитель 1995 года рождения получил права буквально несколько месяцев назад и наверняка знал, что нетрезвым садиться за руль категорически запрещено. Сотрудники ГАИ вынуждены признать, что в последнее время случаи по вине нетрезвых водителей стали особенно вопиющими, поэтому правоохранители призывают гродницев помнить о последствиях любого необдуманного действия на дороге. Мы, конечно же, сделаем все возможное, но основа безопасности в ваших головах, в вашем поведении, его необходимо менять. Помните, черная осень, она не прощает ошибок. 60% всех погибших людей гибнет именно осенью, в сентябре, октябре и ноябре. Сегодня мы выложим список на нашем сайте тех пятерых погибших в сентябре месяце. Кто хочет его пополнить, пожалуйста, оставайтесь безучастными. Кто же хочет все-таки остаться жить, сделайте для себя выводы. Продолжение следует...